Я хочу вернуться домой живым. Для этого мне нужна надёжная связь. Отжимаясь на каждое слово, разведчики 46-й Аброн повторяют эту фразу несколько раз подряд. С бронетранспортера процессом дирижирует средних лет офицер. Впрочем, в возрасте легко ошибиться. Поскитавшись на войне, едва оперившиеся лейтенанты скоро матереют и выглядят гораздо старше своих лет. После непродолжительного тренинга, как стая куропаток, солдаты вмиг разлетаются по своим боевым машинам, чтобы несколькими минутами позже отправиться на задание. В Москве профессиональные психологи объяснят мне непривычный воспитательный манёвр, мол, это психологическая установка на фоне физической активности. Слова, повторенные таким образом, и запоминаются лучше, и действуют на сознание человека несравнимо эффективнее нотаций в учебном классе. Наверное, это так, пока с разведкой 46-й Аброн я наматывал километры по Грозному, связь у ребят была отменной. Будни разведки воюющей бригады вмещают в себя столько событий, что, кажется, время спрессовано. Засады, дозоры, сопровождение колонн, специальные операции, боевой работы не в проворот. Здесь каждый день как экзамен на профессиональную пригодность, и кровь давно привыкла к адреналину, поэтому и рассказывают офицеры и солдаты о своём житье-бытие без пафоса. С духами мы повстречались в первой же разведке. Столкнулись с ними на краю, зелёнки практически нос к носу. Это было настолько неожиданно, что в первое мгновение оторопели и солдаты, и боевики. Слава Богу, с нашей стороны обошлось без потерь. Роса – это позывной блокпоста. Он на отшибе стоит, да и зелёнка к нему почти вплотную подходит. Чехи блокпост каждую ночь обстреливали. По радиоперехватам определили, что среди духов две снайперши работали. Одну Зухрой звали. По приказу комбрига подготовили засаду. А темнотища хоть глаз выколи. Даже в НСПУ ничего не видно. Хорошо, что у нас фары были. Первым гостей засек снайпер-сержант Фатих Газизов. Духи совсем обнаглели, в полный рост шли. Подпустили их поближе, а потом навернули из всех стволов. Боеприпасов не жалели. Разумеется, ночью в зелёнку проверять. Скольких замочили, мы не пошли. С утра обследовали место – кровище море. И в соседнем селе целый день вой стоял, своих хоронили. У нас без потерь. Газизов в рубашке родился, пуля ему в сердце шла, пробила магазин, но завязла в бронежилете. Первая спцоперация, на которую привлекли разведку бригады, проходила в Аргуне. Город дурной славой пользовался ещё с первой войны, а тут снова бандитские нападения пошли одно за другим. Командование приняло решение, боевики днём вступят в открытый бой. Рассчитывать не приходилось, поэтому ночью рота бесшумно сменила позиции и укрепилась на направлении наиболее вероятного прорыва боевиков. Расчёт, как позже подтвердилось, оказался верным. Духи стали. Выходить из города в обход наших старых позиций, аккурат мимо высотки, где мы укрепились. Встретили боевиков огневой мощью всей роты. Новое тысячелетие встречали так, ночью, на позициях, днём грозным. Многих боевиков тогда взяли, некоторых даже с документами российских военнослужащих. Не ожидали духи, что в праздник тормошить их будем. Обычно, когда зачистка начинается, все мужское население словно вымирает. Сколько оружия и боеприпасов обнаружили за полгода своей работы в Чечне, разведчики даже не считали. Горы. Среди очевидных успехов специальная операция в Мескер-Юрте, где разведчики обнаружили радиостанцию и телецентр боевиков. Разведчики 46-й бригады говорят, что хорошая тактика – это тактика. Которая приносит успех. «Многим своим преподавателям я могу сейчас сказать, что то, чем у меня учили, лажа», – говорит старший лейтенант Андрей Т. Реальная обстановка совсем не похожа на учебники. Офицеры подчеркивают, что учиться нужно каждый день и каждый час, анализировать собственный опыт, использовать наработки других. Например, методику подготовки снайперов мы переняли у Южного Рубопа, рассказывает заместитель командира роты Алексейс. Ребята с 500 метров пробивают спичечный коробок. Конечно, такой виртуозности нам не добиться, но и наши снайперы уже подготовлены неплохо. Чтобы лишний раз потренироваться, мы используем каждую возможность. У солдата должна быть уверенность в своём оружии. Разведчики долго обсуждали тему, спором вокруг которой среди военных не видно конца. Как размещать личный состав при передвижении – на броне или внутри ПТРА? Фугасы ведь чаще на обочинах дорог ставят, значит, сверху опаснее. Но ведь и от гранатометного выстрела никто не застрахован, тогда внутри машины – каюк. В результате вывели собственную формулу – располагать людей 50 на 50. При любом раскладе останутся живые, которые смогут отбиться и оказать первую помощь раненым. Некоторые офицеры бригадной разведки оставили непыльные должности в Москве и приехали в Чечню, потому что считают, профессионал должен учиться на практике. Настоящий авторитет красивой формой или командирским голосом. «Не заработаешь. Вернусь в Москву, рота на полигоне дневать и ночевать будет», – говорит Алексейс. «Но я научу подчинённых действовать в любых нештатных ситуациях». Во внутренних войсках к 46-й Аброн относятся по-разному. Одни заявляют, что это одно из наиболее боеспособных и мощных соединений на Северном Кавказе, другие считают, что люди там собраны сбору по сосенке. Но все сходятся в одном бригаде, действительно нелегко. Она в гуще событий, и труд этих ребят очень опасен. Первые награды, знаки, за службу на Кавказе, заместитель командующего Северокавказским округом внутренних войск генерал-майор Григорий Фоменко вручал разведчикам ночью, когда бойцы возвратились с очередного задания. Иначе никак, подразделение все время в движении, у него всегда полно работы. Нервами и ранними морщинами заплатили разведчики за эту награду. Спасибо за просмотр!